Здравствуйте! Вот один из зрителей поставил под сомнение возможность освоения экзопланетных с помощью такого хитрого способа. Отправляем туда космический корабль, в котором находятся эмбрионы. Это примерно как в произведении Стругацких «Жук-муравейники». Находятся эмбрионы, перед прибытием эти эмбрионы помещают в искусственную матку, вернее в искусственные матки, и они вызревают, появляются дети, маленькие человечки. За этими маленькими человечками начинают ухаживать роботы. Вот такая вот фантастика. А потом они прилетают, уже обученные роботами, начинают, не зная ни материнского тепла, ничего, вить гнездо в той далекой звездной системе. Ну вот тут, значит, для чего это сделано? Для того, чтобы летать можно было с небольшими скоростями, на самом деле. Вот у нас скорость 300 тысяч километров в секунду, скорость света. Ну как-то достигнуть её очень сложно, невероятно. Там, ну хотя бы там бы, ну 100 километров в секунду, ну 200 километров в секунду. Ну это во сколько раз-то-то, меньше-то. Вот 100 километров меньше в 3000 раз. То есть, если вам лететь надо 4 световых года, ближайшая звезда, то это значит вам надо лететь, о, 12 тысяч лет. Ну если побыстрее разгонитесь, что тоже непонятно как сделать, ну полетите, значит, побыстрее, поменьше. Но всё равно речь идёт о сотнях лет. Так вот он говорит, зритель-то мой. За это время, просто за счёт радиации самого организма, вот эти вот эмбрионы будут убиты. Давайте сейчас обсудим эту тему, возможно это или нет. И вообще, а можно ли достать где-нибудь вот замороженную, где-нибудь в недрах, я не знаю, вечной мерзлоты, под щитом Антарктиды какую-нибудь живность, которая уже сколько-то много-много лет, значит, вот её была там замороженная уже. Сейчас посчитаю. Значит, смотрите, есть такие вот общие мнения. Во-первых, значит, правила игры, не правила игры, а единица измерения, о которой будет идти речь. У нас, значит, есть такая единица грей, единица поглощённой дозы. Это, значит, один джоуль на килограмм массы. Ну масса тела, если это человек идёт, гречь идёт, или, значит, на килограмм массы вот какого-то вот материала, да. Один грей. Значит, ну вот, мне, честно говоря, больше привычно единица экспозиционной дозы рентген, и очень близкая к ней, соответственно, по значению единица поглощённой дозы рад. Это ещё, так сказать, из времён моей молодости. Да и сейчас, в общем-то, все обычно меряют в милирадах, в милиберах. Значит, ну вот, короче говоря, один грей, это 100 рад. Есть такой термин, значит, биологический эквивалент рада, Бер. Вообще говоря, Бер, он Бер, если только речь идёт о пересчёте, значит, дозы, скажем, рентгеновского излучения, облучения электронами, да. Вот он там, единица, один рад, значит, соответствует одному Беру. Значит, это вот соответствует, так вот напишу, 100 Бер, биологический эквивалент рада, да. Ну, иногда говорят, биологический эквивалент рентгена в моём время, говорят, вот. А вообще, у них там, в этой самой науке, есть другая доза, называется она зиверт, да, это один зиверт. Зиверт, это не тройка, это буква З. Без уважения к персонажу она пишется за гласные буквы Бер, это просто биологический эквивалент рада. Рад тоже, просто вот такая вот единица. Значит, по поводу, значит, уровней. Значит, чтобы, считаясь так вот, уровень такой 50% выживаемости, да, или 50% смертности, как угодно, примерно 500 Бер. 450-500 Бер. Вот это вот, значит, смерть. Вот так я попытаюсь нарисовать эту вот самую, эту вот череп. Значит, это примерно 500 Рат. Бер, 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 Бер. 500 Бер. Вот. Ну, вот такая вот величина. Ну, если вы хотите говорить про эмбриона, тут несколько сложнее. Значит, ну, во-первых, 500 Бер, это имеется в виду для вообще сформировавшегося некого существа, и речь идёт о конец света. Значит, меньшей дозы мы вообще вполне себе перевариваем. Я вам так скажу, были времена, когда рентгеноскопическое обследование приводило, ну, скажем так, вот к дозе где-нибудь 50-80 Бер. Вот. И, в общем-то, мы как-то не ощущали. Это были те времена, когда не было современных чувствительных методов регистрации рентгеновского излучения. Ну, и рентгенолог, это называлось рентгеноскопия. Это не фотография, это не флюорография. Не флюорография, это рентгеноскопия. Вот вы стоите спиной к рентгеновскому аппарату, а может быть лицом, крутит вас, значит, такими руками в перчатках со свинцом, значит, врач, и разглядывает ваше изображение на таком, значит, люминицирующем экране. А там как-то так туманно светится ваше, вот там, что-то там, что он хочет разглядеть. Вот, это вот так вот. А вот там были большие дозы. Сейчас эта доза гораздо меньше. Ну, и от тех мы не помирали. Дело-то обычное. Дело обычное. Хотя, говорили, статистика, что, дескать, когда требуется вдруг резкая, так сказать, рентгеноскопия, исследование рентгеновские, бывает так, то после них состояние больного, если уж он и так уж он тяжел, ухудшается. Вроде такая статистика была. Хотя это непонятно, с чем связано. Может быть, с тем связано, что у него и так стало, но ухудшаться, когда надо уж хотя бы вот просмотреть, в чем дело, мы не понимаем. Ну, вот, в чем дело, они не понимают, решили, что это радиация. Нет, не от радиации, скорее всего. Ну, я это не могу комментировать. У нас вот 500 Б. Так, что касается эмбриона. Значит, мы-то, люди, все это восстанавливается. Ходим, облучаемся, солнце светит, радиационный фон есть. Вот. У нас, кстати говоря, в год радиационный фон дает примерно, ну, скажем так, 60 милиберр. Грубо говоря, да? Если вам угодно. 60 милиберр. Годится? Грубо говоря. Вот 60 милиберр, это тысячный берр. Милиберр. Это в год. А из них половина. Это результат облучения нас, значит, космическими лучами. И излучениями, которые идут у нас от окружающих нас предметов. Горные породы. И еще, простите меня, от воздуха. Воздух у нас тоже радиоактивный, в нем содержится радон. Причем радон это альфа-активный изотоп. А альфа-частицы, у них коэффициент вот этой вот эффективности, да? Не единица, как у рентгеновских лучей, а 20. И поэтому он дает приличный вклад очень. Вот половина, 30 милиберр, это значит вот... Это вот внешние источники. А остальное, ну, говорят, в среднем 29, где 40, где сколько? 30 милиберр. Берр. Э. Берр. Э пишется. Вот. Э обороты. Вот. Вот такая вот величина. Это что значит внутренний? Это значит калий-40. Это радиоактивный углерод, который у нас так или иначе содержится. И плюс это еще... Это сам стронций. Стронций, он аналог кальция химически. И поэтому, значит, организм не разбирается и строит наши кости. И, соответственно, и другие места, где есть кальций. Вот используя вот этот самый, значит, кальций. То есть вместо него иногда ее настроиться. Это тоже вкладывает дозу излучения. Да? Это у нас. Вот. Дополнительно. Вот это вот она. Теперь, значит, по поводу маленького человечка. То есть еще, собственно, называется эмбриона. То, о чем речь идет в этих вот фантастических проектах. Вот эмбрион, он маленький. У него мало клеток. Ему потом надо расти и расти. И вообще говоря, даже очень незначительная доза облучения. Вот. Тут вот было вот 10 Бер. 500 Бер. А это всего лишь навсего 10 Бер. Ну, это смешная маленькая доза излучения, которая запросто может себе позволить уже родившийся человек. А вот это вот, ну, можно сказать, что обязательно приведет к развитию уродств. Да? Это называется тератогенное действие радиации. Вот. Вот не путать с мутагенным. Тут про мутацию вообще мы не говорим. Это вот какое-то такое заблуждение. Все эти вот двухголовые особи, всякие там неправильно родившиеся, это результат тератогенного действия. Их наследственность не пострадала. И их потомство будет вполне себе с правильными головами и без этих самых уродств. Это уже, так сказать, доказано жизнью, как говорится. Это просто вот, ну, вы понимаете, знаете, известный опыт. Вот, отрубали крысам хвосты, а у их детей все равно вырастали хвосты, да? Вот так вот. Вот. Ну, вот 10Б. Так вот, если вы отправили эмбрион куда следует, вы его, значит, положили в капсулу там, не знаю, свинцовую. То есть, от внешнего облучения вы избавились. Хотя в космосе космических лучей, конечно, больше, чем на Земле. И там, конечно, доза больше. Но вот осталось у вас только внутреннее облучение, 30 милибер. За какое время это можно набрать? 30 милибер. Это значит 0,0,3 бера. За 300 лет, да, за 300 лет вы вполне себе это наберете. За счет внутреннего облучения. Что это я так напишу? 300 лет. Вот 300 лет и все. Это максимальная продолжительность полета такого эмбриона. И то это уже долетит, он уже будет... Ну, это уже плохо, уже никак не годится. Ну, выход из положения я моментально подсказываю. Значит, нужно эти эмбрионы растить в условиях отсутствия, так сказать, калия 40. То есть, надо, чтобы вся внешняя среда была лишена углерода С14. Радиоактивного калия и прочих радиоактивных вещей. И вот тогда у вас будет он, эмбрион, абсолютно, значит, свободен от радиации. Вот только тогда можно к этим далеким звездам. Что я сейчас там насчитал-то у вас? Если мы в тысячу раз медленнее летим, чем свет, да? А это 300 км в секунду, это очень хорошая скорость. Летим мы к соседней звезде, на которой, может быть, и делать-то нечего. То тогда у нас получается что-то такое непонятное. Получается у нас тысяча лет. Ну, то есть, три раза. Перебор в три раза. Надо скорость в три раза сделать, и то уже в роду прилетят. Либо, ну, это вы сами придумаете, либо по дороге вам надо их выращивать, потом от них получать потомство. И снова, значит, туда куда-то закладывать, в эти свинцовые капсулы. Ну, я не знаю. Ну, в общем, такие вот жестокие вещи. Люди будут существовать только для того, чтобы оставить потомство, и туда и дальше, и тут они, чтобы отправлялись. Так что эмбрионы не отправятся. Так, ну, кстати говоря, может быть, лучше человека в состоянии анабиоза. Я помню, мы тогда это было популярно, тебе бы в анабиоз впал. И даже про выпившего человека говорили, он в анабиозе. Так, ну, что с анабиозом? 500 Берр надо набирать. Конечно, 500 Берр дольше набирать. Что у нас тут? 500 Берр. Так. За 300 лет десятку наберём. Не хочется меня вас расстраивать, там на самом деле 450. Ну, ладно, за 300 лет... За 300 лет десятку набираем. За 300 лет десятку набираем. 300 на 50... 15 тысяч лет. 15 тысяч лет. Вот этот взрослый экипаж в анабиозе может сохраняться 15 тысяч лет. Если говорить о тех гражданах, что лежат подо льдом, спрятаны где-нибудь в саркофагах, то там, соответственно, получается время-то... Ну, там доза побольше получается. Уже не 0,3 милибера, а 0,06 милибера. 0,06 милибера. Вот так вот, да? И что у нас там получается-то? Ох ты, боже мой. Значит, 50 на 6 восьмёрка. И ещё тут, значит... Стоп, а что это я так неправильно посчитал-то? 80 тысяч лет? Ну да, 8 тысяч лет. 8 тысяч лет. Ну, практически в два раза меньше. Вот. Вот то всё, что древнее 8 тысяч лет, уже, понимаешь, не оживишь и в дело не пустишь. Вот. Ну, теперь, значит, по поводу биологической материи, которая где-то там в земле хранится, да? Мы не забираемся оживлять, но просто выяснить, живая или не живая. Есть такой замечательный способ. Стерилизация. Стерилизация облучения. Вообще говоря, методика очень такая различная. Смотря, что вы стерилизуете. Смотря, вот, от чего вы хотите защищаться. Ну, в общем, вот так вот. 2,5 миллиона рентген. 2,5 миллиона рад. Это всё. Конец фильма. Это уже там вообще ничего живого не останется. Живого места не останется, да? Вот. Это будет примерно... 2 на 10 седьмой степени лета, да? Да. 2 на 10 седьмой степени лет. 20 миллионов лет. То есть вот за 20 миллионов лет всё, что лежит на земле, будет простерилизовано вообще полностью. Вообще ничего живого, никакого следа не останется. Значит, всё, что древнее 20 миллионов лет живёт на земле, она с гарантией уже не живая. То есть найти какого-нибудь там комара, оживить его бесполезно. Кстати говоря, биологического материала, органических молекул, вот этих вот, в янтаре, в котором попали туда вот эти инклюзии, до включения, его там нет, не остаётся. Ну вот, я вам, по-моему, всё рассказал, что хотел рассказать, про такие вот ужасы. Вас можно поблагодарить? Или это ещё условно? Поблагодарить это значит, что я могу ожидать, что вы меня поддержите материально. Внизу у меня номер есть Сбербанкской карточки, и Донейшин Аллерс, ещё много всяких других кошельков. Юманики, кошелёк, кошелёк ВКонтакте, есть номер счёта в Сбербанке, всякие такие вещи есть. Ну вот, поддержите меня, пожалуйста, я стараюсь, вот, рассказываю вам всякие вещи, которые, как мне кажется, могут быть для вас интересны и полезны. Всего доброго вам. До свидания. Всех вам благ.